библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий гостабыкин и мы с вами на близком портале экзегет мы с вами продолжаем читать книгу премудрости иисуса на сына сирахова и сегодня 16 глава напомню о чем книга книга о том как жизнь благочестиво читаем небольшими отрывками и толкуем текст иногда эти отрывки в несколько стихов иногда просто в один стих не желаю множество негодных детей и не радуйся о сыновьях нечестивых как я умножается не радости о них и если в них нет страха господня награда от господа это дети величайшее наказание с точки зрения ветхого завета это отсутствие детей и если у человека нет детей то да сама библия говорит о том что этот человек с этим человеком что-то не то чаще всего не то то что он грешник вот здесь не говорится что вообще детей не надо иметь но лучше чтобы не было вообще детей чем если есть даже много детей но они не имеют страха господня то есть они не боятся бога то есть они не верующие и соответственно нечестивые даже там они размножаются потом у них дети появляются ничего хорошего в этом нет не надеясь на их жизнь и не опираясь на их множество лучше один праведник нежели тысячи грешников и лучше уметь бездетными же иметь детей нечестивых лучше иметь одного ребенка но этот ребенок будет праведным чем имеет тысячу детей грешников почему потому что господь рано или поздно вмешается они просто погибнут и эта гибель может произойти прямо на глазах у родителей если вспомним начало первой книги царств там описывается священник или у него было двое сыновей и они были неблагочестивые настолько неблагочестивые что там бог через пророков или игла или и говорю что твои дети нечестивые ты должен наказывать что привести их чувства но ничего не было и кончилось с тем что эти дети были убиты ковчег завета был захвачен в плен и об этом узнал и и и и и и или ну и что хорошего в том что него были дети они были грешниками и вот в четвертом стихе автор вообще говорит лучше вообще ними детей чем иметь детей нечестивых здесь конечно уже не не такое учение как ветхом завете то есть когда там дети просто дети вообще дети здесь уже четко говорится не просто дети на благочестивые дети а если нет благочестивых детей уж вообще не иметь детей ибо от одного разумно селится город а племя беззаконных опустеет здесь понятно что господь вот этому благочестивому человек удаст еще детей не сразу но и их будет много 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 и они как бы населит целый город а будет племя грешников господь истребит это племя давайте вспомним историю содома и окрестно городов который бог уничтожил много такого видео о ком и еще более того слышала ухо моя вот автор ссылается не только на как какие-то мысли он говорит что я это видел что так происходит и я это знаю сборище грешников возгорится огонь и как в народе непокорном возгорается гнев ну что за огонь который возгорит это божий огонь который как сойдет на вот это сборище грешников и он их уничтожит не умилостивался он над древними исполинами которые в надежде на силу свою сделались отступниками ну что здесь история здесь достаточно сложное место одно из самых сложных мест ветхого завета эта история про сынов божих и дочерей человеческих которые которые породили исполинов давайте немножко поговорим об этом моменте хотя конечно у нас не книга книга бытия не и и 6 глава в книге бытия рассказывается о том как сыновья божии увидели дочери человеческих стали вступать с ними в связь и от этой связи рождались вот те самые исполины значит кто такие сыны божии дочери человеческие толкователи предлагают разные объяснения по одним объяснениям сыны божии это ангелы которые пали дочери человеческие это обычная женщина по другим объяснениям сыны божии это благочестивые потомки сифа а дочери человеческие это неблагочестивые дочери каина ну и еще одно объяснение но более редко но он тоже есть сыны божии это дворяне условно дворяне и дочери человеческие это просто людинки вот и от этих союзов появляются исполины исполины в данном случае это не гиганты великаны а это то что в древней мифологии называются полубоги полубоги то есть ребенок родившийся в результате союза бога и человека многие анти древние и античные царские рада возводились себя вот к таким союзом ну и соответственно они себя считали выше других людей вот и бог уничтожает таких вот потомков в водах потопа почему они гордились если эта история с ангелами ну как бы мы потомки ангелов если это потомки сифитов благочестивых то знаете как бы наши родители были праведниками и бог как бы нас благословит за благочестие наших предков и поэтому они там сделали с отступниками место действительно очень сложная очень непростой для объяснения древние авторитетные толкователи разные разные комментарии предлагают к этому отрывку абсолютно противоположные поэтому действительно очень сложно и для автора это просто иллюстрация того как люди неблагочестивые чем они закончили они погибли водах потопа следующая история не пощадил и живши в одном месте слотом которую которыми вознушался из-за их гордости вот значит а здесь что это конечно история содома а о чем вот как бы на что намекает автор почему про какую гордость что там чё там гордость это было вот когда мы читаем эту историю содома то мы должны понимать что жители содома были грешниками но в чем как бы до конца нужно понять их грех бог вложил в каждого человека представление о том что правильно и неправильно и вот это чувство правильно неправильно но есть у всех и у язычников у неверующих у верующих она есть и соответственно каждый человек имеет минимальный набор нравственных требований что происходит в содоме содоме жители содома начинают нарушать вот этот минимальный список требований то есть те мы можем так сказать общечеловеческие ценности которые есть у всех откуда эти общечеловеческие ценности их вложил бог значит когда жители содома начинают их нарушать то они превозносят себя над богом над тем кто давать и заповеди вот и поэтому господь их наказывает следующая история не помиловал народа погибельного который надмивался грехами своими равно как и 600 тысяч человек соединившись же госердием и хотя бы и один был непокорный не было удивительно если бы он остался не наказанным давайте здесь разбираться здесь что за что за история про эти 600 600 тысяч человек эта история о том как из египта вышли евреи была проведена перепись посчитали количество людей которые могли воевать и евреи вступили в завет с богом через год они ушли и пришли к земле обитованной отправили туда разведчиков эти разведчики вернулись рассказали что эта земля идеальная но и вызывает невозможно и начали бунтовать начали призывать что давайте мы вернемся обратно в египет мы не пойдем воевать чем это закончилось евреи были обречены на сорокалетние странствия для чего это сорокалетние странствия чтобы вымерли те кто бунтовал вот эти вот 600 тысяч там вопроса эти 600 тысячах это такой вопрос сложный он там предполагает свои толкования но они есть то есть здесь они упомянут что тысяч эти 600 тысяч все умер более того автор говорит следующее что если бы даже бы один человек бунтовал бы все равно в господь и его бы наказал бы ибо и милости гнева власти его силен он помиловать и излить гнев как велика милость его так великое обличение его он судит человека по делам его то есть суд находится у бога бог может человека наказать может наградить но из-за чего это происходит из-за того что человек делает сам в прошлой главе в пятнадцатой главе автор говорит о том что жизнь и смерть в руках людей человек сам выбирает что ему делать делать дела добрые и соответственно получить спасение либо делать дела злые и получить наказание здесь как раз и говорится о том что господь судит людей образ бога судьи ну скажем так он не очень нам приятен потому что мы ждем от бога там прощение милости но бог не только милостивый прощающий но еще и судящий поэтому размышляя о том что бог может и судить человека мы можем остановить себя от совершения неблагочестивых поступков ну давайте читать дальше не убежит от него грешник с хищением и терпением благочестивыми царится тщетным здесь идет противопоставление грешник который что-то украл или сделал что-то неблагочестивое не может спрятаться от бога нет такого места на земле где можно прятаться от бога ну и если человек терпит терпит какие-то страдания господь все равно его наградит не здесь в этой жизни так в следующий всякой милости он да даст место и каждый получит по делам своим ну то есть если человек совершает милостыню о милостыне сера говорит достаточно много то будет оба за это наград не говори я скроюсь от господь неужели с высоты он вспомнит обо мне во множество народа моего и не заметит ибо что душа моя неизмеримым неизмерим создание вот небо и небо небес божия бездна и земля колеблются от посещения его равна сотрясается страха горы и основания земли когда он взирает и этого не может понять сердце пути его кто постиг как ветер который человек не может видеть так и большая часть делала сокрыты кто вознестит в делах правосудие или кто будет ожидать их ибо далеко это определение если бы вот этот эту эту речь взять немножечко вынуть из книги и чуть-чуть подрезать то она покажется таким описанием божьего величия здесь такое перечисляется небо и небес божие то есть бог на настолько велик как будто он там находится очень далеко однако когда он там спускается колеблется горы бог не познаваем невозможно постить почему бог так поступает а не иначе ну в общем красивое объяснение и богословски верное но зачем оно нужно для того чтобы оправдать свои грехи человек говорит ну я такой маленький я я просто незаметный ну что неужели бог будет со мною возиться да нет у него там куда более великие дела а я там затеряюсь бог меня забудет вот почувствуйте человек богословски образованный произносит эту речь для чего для оправдания своих грехов вот каков ответ автора скудный умом думает так и человек неразумный безблуждающая размышляет так глупо то есть человек красиво говорит вроде бы правильно говорит но кто этот человек он просто просто скудоумный вот и все такие слова это просто глупость понятно что господь найдет каждого дальше автор начинает рассказывать о творении мира и как раз вот того мира как которым обращался вот этот скудоумный и объясняет как как это все появилось здесь конечно пересказ шестоднева ну и других текстов о сотворении мира ну давайте читать слушай меня сын мой и учись знания и внимай сердцем твоим словам моим обращение сын мой это не обращение обязательно от кровному сыну и даже не обязательно кровному потомку это может быть обращение ученику и учитель обращается к своему ученику чтобы показать вот эту близость он называет его сыном говорит о том что учись я тебе открываю знания я показываю тебе учение обдуманное и передаю знание точное то есть безошибочное то есть то что я тебе сейчас скажу это не от ветра в голове это все уже разработана проработана и будет понятно по определению господа дела его от начала и сотворение их он разделил части их ну здесь намек о том на то что творение шло поэтапно навеку строил он дела свои и начала их в роды их они не алча не утомляются и прекращает своих действий здесь о чем какие не алча не утомляются и прекращает своих действий то есть господь создал этот мир и ну не нужно этот мир кормить чтобы он действовал возможно это намек на то что язычники чтобы солнце всходило там не у разливался или еще что происходило на приносили жертвы то есть как будто солнце хотела есть нет этого не надо господь создал и запустил и они идут вот эти навеку на стрел дела свои то есть это будет надолго от начала рода их то есть и это сделано было давно они не хотят есть не пить они при не прекращает свои действий ни одно не стесняет близкого ему и до века не спротивится они слову ему здесь господь выступает таким мудрым механиком который все это запустил это не означает что бог запустив этот мир ушел из этого мира он понятно что он его поддерживает но бог создал законы мироздания которые действуют и если есть законы есть вот этот целесообразность то это целесообразность можно изучить и природа не противоречит богу вот природа не восстает против бога и потом господь взял на землю и наполнил его своим благами душа всех живущих покрыла лицо ей и в ней все в нее все возвратится то есть все происходит из земли она живет на земле и потом в землю возвращается наше тело состоит из земных элементов но и типа животных они рассыпаются и снова превращаются вот в эти земные элементы хорошо мы с вами прочитали 16 главу дальше будет рассказ о сотворении человека и о том каким должен быть человек но это уже в следующий раз меня зовут дмитрий бюджет обыкин мы с вами были на библейском портале xget всего доброго до свидания